всем добрый день меня зовут велта сегодня видео про мои вязальные дела приятного просмотра вам у меня связались две шапочки две готовые работы могу вам показать да это 5 шапки шапки разные модели как вы видите если это светлая шапочка это двойная шапка беней то эта шапка когда одеваешь смотрится как с такими ушками но конце видео я покажу как шапка смотрится на мне ну вот такие работы я связала и как эту шапочку я вяжу я зала из пляжи анбора 2 от фирмы мидора я уже пару шапок связала из этой пряжи очень мне нравится вязать и но это двойная шапка беней 1 часть 1 такая тонная я здесь вывязывала был такой зеленая и серая пряжа как меланжи делала эту верхнюю часть я уже вязала из этой бежевой пряжи и вывязывала горизонтальные полоски и потом уже крючком вывязывала эти вертикальные дорожки ну и конце получилось вот такая опять шапочка клетку смотрится очень красиво нежно я когда вязал эту шапку я была уверена что я вывяжу вот этот весь серый всю эту серую пряжа вы посмотрите сколько мне пряжа опять осталось а если эту часть я вязала на спицах 3 то эту нижнюю часть я вязала на спицах два с половиной потому что верхнюю часть а там где вы не вязывала клеточку у меня была лицевая гладь и изнаночные петли и она немножко как будто стягивался и поэтому чтобы не было разницы в ширине я внизу вязала нижнюю часть на спицах два с половиной ну а вторая шапочка которую я связала получилась вот такая макушку я закрыла просто прямой линией и получается как шапка шапка с ушками ну шапку шапка готовом виде получилось на размер 52 сантиметра такой более как детский вариант почти высота шапочки 25 сантиметров и 25 с половиной можно я я вязала к шапку с отворотами сначала была задумка вязать без отворота но потом пряжи у меня хватало я вязала с отворотами ну принципе вот такая шапка и получилось а из какой пряжей я вязала вот я когда вязала эту шапочку клеточку у меня осталась такая пряжа это по моему казал baby wool и и я решила вывязывать эту пряжу до конца здесь у меня где-то грамма не знаю 40 наверно и я решила соединять и вот эти обе пряжи коричневая пряжа это лана goldfine лана goldfine 2 сложения эту казал baby wool одно сложение ну и на спицах 5 начал просто вязать 1 лицевая 1 изнаночная петля ну такое меланж получился ну ну как-то так смотрится ну что я буду вязать дальше буду продолжать конечно вязать свои шапки вот из этой пряжи это как такие как но остатки но не такие уже остатки здесь по 80 грамм по 60 грамм и надо связать скомбинировать одну шапочку это вся пряжа alize lana goldfine и lana gold 800 надо какой-то полосатик или меланжи сделать и вязать и я из этой пряжи уже создала одну шапочку вот такая шапка очень красивый такой цвета получился когда соединяла черная и темно-синяя но здесь одна шапка не получится больше ну вот надо как-то скомбинировать все это как это будет смотреться это уже такая чистая импровизация у меня вяжется но и вторая пряжа это я же 50 грамм остался мне дропс норда здесь состав у нас 47 алпака 30 поле яме 25 шерсти 50 грамм и здесь такой мотока это стопроцентные мериноса пряжа ручного окрашивания очень красивая пряжа я из этой пряжи уже вязала одну шапку но и остался вот такой клубок я думаю что там 50 грамм и ну и это серая пряжа которая осталась от вязание шапок уже это пряжа пряжа ангора 2 здесь состав у нас и и шерсти и акрил и махера ну и надо все соединять и получается три сложения и смотреть что у меня там получится ну а это моя косиночка которую которую я буду пороть а и расскажу почему и так смотрите я начала вязать отсюда вязала вязала делала прибавки довязала до половины здесь уже идет убавки ну вот так я довязала но мне не нравится что мне очень не нравится вот видите вот эта полоска серая я почему-то когда вязала была уверена что это как-то будет но не так заметно но готовом виде это некрасиво будет смотреть напомню что я вяжу из пряжи на кого ангора лук скалор и добавляю меринос стопроцентной это пряжа хапсалу два сложения ну и ну вот некрасиво вот эта полоска здесь смотрится если мне вот так уберем да сразу сразу по-другому я не знаю почему я сразу не обращала на это все внимание не знаю на что я надеялась и что это как-то будет по-другому смотреться но смотрится очень некрасиво если бы это был бы шарфа тогда нормально но он неплохо бы смотрелось но это косынка и вот она как-то как-то ну совсем не идет и ну а пороть будем будем вместе буду показывать как я свою работу у меня еще есть один такой еще один такой мотока этой же пряжи на кого ангора лукса и тоже хочу вязать косынку но вот здесь я буду смотреть уже вот смотрите вот это такая вот цвета я боюсь что он будет точно такая же полоска как-то ну как-то не очень красиво смотреться все не знаю вот с этой пряжи я уже буду обращать внимание на эту полоску и тогда буду уже ну отрывать вот эту этот цвет и чтобы оставался вот этот розовый где-то только так а это ну распорола я и уже провязала немножко ну и смотрите как красиво смотрится без этой серой полоски ну а на этот раз я заканчиваю свой рассказа спасибо всем кто досмотрел до конца моё видео и до новых встреч